Давай тогда новый влог начинать. Давай. Что тебе там приехало? А ты не поймал. Ну расскажи, я даже не в курсе. Ну короче, это такая подставочка. Ну хочешь я распакую? Хочу. Бери орешек. Только острый, аккуратно. Как он закрывается? Давай. А, там вот эту надо подвинить? Да, надо штучку влог. Все, я вспомнила. Он просто очень острый. И Катюха его боится. Мне хотелось самой разобраться, как он. Да, она уже разобралась. Да не блядь. И что тут? Короче, это такая штучечка. Это подставка для... Как полосанта, только подставочка для этих. Он сюда вставляется и должно гореть... Как они? Благовоние. Господи. Вот так вот девчонки заказывают на озоне ИВБ. Незаметно от мужей своих. Да ладно тебе. А потом на счету денежки такие. Уть, уть и все. Я заказывала свои карты. Не важно, что это твои деньги. Расскажи историю про брянскую девочку. Я вчера в своем блоге рассказывал. И я хочу историю от первого лица. В общем, знакомый врач-хирург-стоматолог Андрей Артем, он направил меня на лечение зуба к стоматологу, девушке молодой, которой он доверяет. Вот, я к ней пришла, я вот так вот тряслась, я безумно боюсь новых врачей, да и знакомых мне тоже было, не важно. Вот, я к ней прихожу, я честно в восторге. Мне ни один врач никогда не делал так уколы, как она. Она мне помазала какую-то штуку. Мне до этого мазали, но только боль я все равно чувствовала. А тут она мне чем-то помазала, и капелька вот этой мази попала мне на язык, и язык онемел. То есть она мажет этой штукой и делает уколы, и я типа сижу, трясусь, реально, я боюсь вообще. Сижу, трясусь, и она такая, ты чё, я уже иглу вытащила, я говорю, в смысле? А у меня начинает неметь всё. Я говорю, да я вообще не почувствовала даже, то есть она офигенно. И самое главное, вот чего хочет Андрей, что тебе рассказала, в процессе разговора у меня, короче, зеркало во рту, она что-то там смотрит и говорит, а где ты для этого зубы лечила? И она говорит, в какой клинике? Я говорю, не в Москве. Она говорит, а где? И у меня зеркало во рту, я говорю, Бранске. Она говорит, где? Я говорю, в Бранске. Она зеркало вытаскивает, такая, где, где? Я говорю, в Бранске. Она такая, в смысле? Она говорит, я думала, он не послышалось. Она, короче, сама из Брянска, 12 лет назад переехала в Москву. Ты когда говорила вот так вот, Бранске, это когда, знаешь, херовый английский. Лос-Анджелес, Брянск, Рязань. Представляете, как запала Артемий, Артем. Ой, господи. В общем, Артем очень, очень сильно доверяет этой девушке, этому врачу. Он сказал то, что практически как себе доверяю, вот. И так совпало, что она из Брянска. Земеля? Да. Теперь я ей тоже доверяю. Да, мне она очень понравилась, правда. Она прям так всё аккуратненько. И, короче, я всегда трясусь, потому что я боюсь. И она мне сказала, вот для меня это очень важно. Она говорит, я сейчас уверена на все 100%, что тебе больно не будет. Так что можешь не трястись. Когда я буду знать, что тебе, возможно, будет больновато, я скажу, и ты начнёшь трястись. Реально. То есть, когда мне она говорит, типа, вот сейчас, возможно, что-то почувствуешь. Она мне начинает делать, и я чувствую, что больно. А потом она говорит, сейчас точно ничего не будет. И вот это для меня прям вот, ну, круто. Не, ну, классно, классно. Я вообще считаю, что такие контакты, они очень ценные. Потому что есть Тёма, он дальше направил к ней. Я надеюсь, удастся спасти твой зуб. Надеюсь. И всё будет хорошо. А эту херобору я так и не понял. Ну, вот сюда, знаешь, такие палочки благовония. Ну, конечно, да. Здесь вот дырочка, сюда она ставится, вот так торчит. Ты её поджигаешь, и весь пепел вот сюда сыпется. Не серьёзно? Да, это для практик, это для йоги. Сейчас это, я как мне... Да она стоит... Она стоит 350 рублей. Не так уж я и разорила, даже семейный бежит. Я знаю, но это просто фигня ради фигни. Это не ради фигни. Я её давно хотела. Полосанты же я жгу, жгу. И теперь буду благовония. Только, правда, благовония ещё не будет. Не, ну, не надо полосанты жечь. Мне нравится. Лютый вообще запах. Ты когда в той комнате даже дверь закрыта, он всё равно проникает. Это как видосы, конечно, смотрели. Да, конечно, помню. Кто-нибудь знает вообще, что такое полосанты? Ну, погуглите. И запах у этой штуки люди делятся на две категории. Кому нравится, кому не нравится. Я вот ко второй, наверное, категории отношусь. Не, первый. Мне, правда, нравится этот запах. Он такой, как в баньке, как в лесу. Не, не очень. В баньке очень вкусно пахнет. Как полосанты. Ну, всё. Короче, на вкус и цвет я не принуждаю тебя к своему мнению. Ты только меня сейчас это обосрал, мягко говоря. Чё это? Да потому что ты сказал, это покупка ради покупки. Нифига, это обдуманное решение. Да я не против. Я не против. Это просто какая-то девчачья. Я часто что-то заказываю для себя? Нет. Всё, что я заказывала, вот прям вот постоянно, это всё было для свадьбы. Блин, ты ничего не заказываем, однако через день нам постоянно надо туда и сюда. Ну, на свадьбу я всё заказываю. А, ну да, на свадьбу. А сейчас, ну, заказ, допустим, в Яндекс.Маркете, там, в пункте выдачи, это зубные пасты, которые ты мне посоветовал. У вас так же, да? Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Отуплеваем ракушечки. Частенько я тебя снимаю, теперь ты меня. Да, бывает и такое. Раз, три. Да, главное не уронить. Оп, оп, оп. Только не ставь на штаны. Окей. Я взял апатисбургер в обычную и картошку. Я её больше года не покупал во вкусная точка, потому что только она появилась и этот бренд, да, основали, то мне она совершенно не понравилась. Тоненькая какая-то была вот такая вот. Она вообще не держалась, то есть состояние ватного хуя была и вся промасленная, ну, вообще не очень. Как я иногда выграю на твоем выражении. Ну, как вы. А, помнишь, мы вчера, когда мы были в вкусная точка, сегодня могу привыкнуть к названию, мы увидели у какого-то пацанчика маленького, он купил картошку себе, и она была такая прям, прям хорошенькая. Вот именно после этого я и решил, надо это нам тоже взять и попробовать. Я тебе взял дольки картофельные, ну, типа как по-деревенски. Ну, вроде она не так позорно выглядит, как раньше, хотя бы. Слушай, с этим объективом я пытаюсь тебя снимать подальше, чтобы не так крупно, а он всё равно у тебя как-то это. Ну да, это другой, 24,50, если вдруг кому интересно. Про себе взял детскую. Ну, хотя бы она сейчас не выглядит, такой промасленная и по вкусу, ну, попробую. Да, нужно пробовать. Странно, конечно, звучит, люди уже сто раз её покупали. Так, я поставлю камеру, ладно, чтобы я кушать могла. Вот так вот. Только салфеточкой воспользуйся. Обязательно. Как тебе моя работа, я тебе окошечек протару? Ой, молодечек, огуречек. Блин, вытащи его в супальчик. Ну, ничего. Такое часто бывает. Это, кстати, салфетки с нашей свадьбы ещё. Тут конфетти застряли. Да я офигел, когда я это достал. Да. Слушай, ну, гораздо вкуснее. У нас уже полно. У нас уже полно. Ну ладно. Лишними не будет. Они всё равно такие химозные, что не портятся. То бей бургер, мне бургер. Сначала с картошечки начнём. Обязательно. Держи. Если вдруг захочешь с сырным, то там есть. Приятного аппетита. Неплохая, ребят, неплохая. Не как раньше. Нормально. Хотя бы она, видишь, такая толстенькая. Люди обычно говорят, почему мы только в Маке едим. А вкусную точку. Неправда. Просто Андрей не снимал. Сегодня утром я приготовила сырный супчик сама. Андрею понравилось. Просто он это не записывает. Да я много чего не записываю. То, что у нас происходит дома в плане еды. Катя всегда готовит. Но я прибегаю уже без камеры, сажусь и ем. Мы едим в таких местах, когда едем кататься. Дома мы всегда едим что-то приготовленное мной. Полезно. Чаще всего. Ну, то я бы сказал, Макдак. Это так получается, что я записываю. Мы не каждый день ходим сюда. Мы чаще даже с Эрджио берем панини, рыбку. Ну, поке. Поке. Кому как угодно. Так что, ну, люди видят глазами. Им кажется, что мы жрем только гадость. И все. Что показывает, что и видит. Да. Как тебе? Не плохо. Хотя бы она не такая тонюсенькая, как раньше. Так полюбил этот йогурт все чаще. Купаю сладкий, конечно. Но вкусный, на разе. Все-то и виноват. Объедимся. Сейчас мы с Катюхой ездили в ленту. Мы купили столько всякой гадости, ребята. Но мы все равно будем долго это все есть. Всякие печеньки, офигеньки, трюпеля. Все для дома, для семьи. Вот такие штучки всякие для стирки. Это кондиционер для белья, короче, ребята. И привыкайте к такому свету. Потому что темнеет сейчас 7 часов 30 минут. Да, вообще свет пушка. Мне нравится. Великая вещь, я считаю. Мне единственная помощь нужна. Пока вот это можешь перехватить. Я сейчас пакеты на руку. Я заберу, заберу, не переживай. Да ладно, я донесу. И так там 4 пакета. И сколько, 3? 3. 3 пакета. Ну, не неси мне тяжело. 5 тысяч всякой фигнины купили. А из чего мы купили? Или морской бой. Будем играть. Держи. Раньше морской бой... Стой, ты вот это не берешь, она упадет у меня. Ну, ты мне на руку купишь. Держи. Ага. Раньше, когда учился в школе, мы на бумажке это все делали. Да я тоже на бумажке. Условно бесплатно. Я тоже играла на бумажке. Давай потом запишешь на камеру, покажешь, какой мы купили. Не знаю, мне кажется, это интересно. Прикольно. Нет, прикольно, да. 500 рублей стоило. Можно сейчас прийти домой разобрать. Причем, ребят, этот морской бой стоил тысячи с чем-то, а потом, когда я показала карту ленты, 448, по-моему, цена его была. Ну, я и говорю, около 500 рублей. Да, скидка вообще огромная. И такая хладрыга, блин, на улице 11 градусов. Да, я в кожаной куртке, а внизу еще кофта тепленькая. И мне все равно холодно. Привыкай. Нет, не идет. Я думаю, сейчас пар пойдет. Я тоже так думала, потому что у меня даже уши мерзли. Честно. Что, сейчас домой придем, разберем или не будем позориться? Позориться? Да, нас все время херачат, что вы всякое говно жрете. Я сегодня сама из-за этого злиглась на Андрюшку. Ну, не то, чтобы злилась, но немножечко мне... А что ты себе не показываешь? Не знаю. Мне просто немножечко неприятно... О, что-то слишком ярко. Мне немножко неприятно того, что мы в последнее время стали частенько покупать какие-то там сухарики, печенюшки, конфетки. Как-то до этого я вот сама контролировала все, заказывала продукты, там, из Кусвилла, допустим. И это всегда были там овощи, ягоды, крупы какие-то. А сейчас Андрей заходит такой, макароны, мне нужны макароны, мне нужны печенья. Слушай, я, короче, прикол вспомнил. Ой, секунду. Когда мы с Катюхой зашли в ленту, там был аппарат. Вот это, знаете, покидаешь монетку, выползает груша, и по ней надо ебнуть. Короче, мы с Катюхой увидели чувака. Она такая, давай посмотрим. Вылезла груша, он такой, блядь, с таким лицом. Вот так вот прям напрягается. Он шлепнул, по касасе, чуть ли не вперед, вот так вот. И на табло, ноль-ноль-ноль. И вот такие лошара. Причем с таким лицом это дело. Он аж заметил, аж вперед вот так вот клюнул к этому аппарату. Он промазал, да. Он там чуть-чуть коснулся. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Конечно, да. Да, это было забавно. Но мы тогда, мы при нем не начали смеяться. Мы отвернули, сделали несколько шагов, и потом посмешили. Блин, реально надо было записывать риз. Потому что это не постанова, а реально просто чувак. Да. Не осилен. Слушай, с твоей камеры можно руку накачать. Я туда-сюда меняю разные руки, потому что так напрягаются. Ну ладно тебе, она не тяжелая. Ну, в принципе нет. Не знаю, я вот смотрю все на экранчик, так любуюсь картинкой. Вообще, вот просто без света сейчас полное говно будет. Вот, ну что это такое? Вот как снимать вот так влоги? У меня, блин, один нос торчит. Ну да, херовенько видно. И то это сейчас здесь получше стало. До этого было еще хуже. А теперь смотри, вот так вот. Ну, обалденно. Первые секунды, правда, слепят. Обалденно, я в восторге. Распаковка. Взяли кондиционеры. Вот такие. Выбирали исключительно по запаху. И мне не нравятся резкие, поэтому выбрали какие-то нейтральные, такие для детей. Очень классные. Идем дальше. Трюфеля вот такие взял. Очень хотелось, очень люблю. А что это такое нам в ленте не давали? Да, ну и постоянно эскиз с предпочтетом. Еще, кстати, не знаю. Печенье овсяное от компании Павел. От Катюха выбрала. Удлинитель на три розетки. Лицкий квас. Это классика. И я взял, не рекомендовали. Где-то в комментариях яхонт. Вот такой трапезный, живого выражения. Попробую обязательно, потом расскажу вкусный. Лисичный сметан, металлый. Вкуснятина. Кстати, сейчас стоит недорого и очень вкусно пахнет, ароматно. А зимой она была по 1000 рублей за вот такую упаковочку. Так, что-то у нас еще куча хрени, которые мне надавали. Зубная щетка. Это Катин выбор. Мне просто понравилось, что она такая мягенькая, флешистенькая. Хочу ее попробовать. Да, попробую. И накануне мы взяли с тобой пасту. Я рекомендовал тебе. А рекомендовал мне изначально Лера для снижения чувствительности зубов. Как она? Сенс-1 называется. Так, следующий пакетик. Что тут у нас? Пакарошки Борилла. Я вот такие очень люблю. Ребят, ставьте на пол. Запоминайте. Борилла у нас был еще здесь, вот для упаковки. Это спагетти. А я показываю, вот прям конкретно форму, которая мне больше сумеется. Еще сукарики. Годовой запас прокладок. Очень интересные, я думаю, люди. Паприка красная. Ничего не успеваю показать. Семечки белые с солью. Крупный калибр написано. Звучит, конечно. Опасно. Еще какие-то полосатые. Ну, это мы под сериальчики обычно берем. Традиционные юбилейные печенья. Закладочки для кинжика. Ты высоко поднимаешь. Вот так вот? Ага. Это твой выбор. Что у нас тут дальше? Кирвежки, шашлык. Бабайский шоколад. Это моя любовь отдельная. Почему-то с детства я его прям сильно обожаю. Это пряники. Что-то так понравилась упаковка, не уверен, что они очень вкусные. Так ты же уже брал, сказал. Мне кажется, но я не уверен. Так, а это что такое? Это что-то для зубов, да? Это нить зубная. А, нить зубная. Воронцовские сухарики. Еще что-то там из печи. Еще юбилейная. И последний пакет остался. Самый интересный. В морской бою я она вкусненькая оставлю. Ванилин. Классический. Только не показывай все пакетики ванилина. Здесь там много. Борилла. Паста нутелла. В стекле. Вот это... Это мне нравится арахис. Это Катя выбрала. Если что, чекайте. Я, мне кажется, был доволен. В прошлый раз мы еще выбрали. Да? Да, очень вкусно. Так. Барни с шоколадом и бананом. Мне нравится с бананом, Андрей с шоколадом. Если кому-то это интересно. Соль экстра ягированная. Ну, дальше я даже не знаю, показывать или нет. Ну, ладно. Еще какие-то щетки мы взяли. Это я взяла иногда. Поменять. И тут куча пакетиков. Лимонная кислота. Приправы. Наверное, неинтересно. И вот морской бой, который мы выбрали. Будем распаковывать? Да нет. Завтра собираем. А я хочу. Давай распакуем. Пожалуйста. Распаковка морского боя? Да. Серьезно? Серьезно. Да, серьезно? Сейчас прям ты хочешь, чтобы я открыл? Да, я хочу открыть. Дай. Ой, господи. Делать нечего. Ну, ладно. Ну, дай я сюда. Почему делать нечего? Просто интересно. Ты так, конечно, оригинально снимаешь. Ну, то, что вытаскиваешь. Можно же вот так вот. Оп, и все. Я это делала, потому что думала, что себя еще буду записывать. Ну, переворачивать опускай. Покидай сюда. Повторяю. Конечно, не тебе же убирают. Прикольно. И что тут лодочки. И выбираешь, какими играешь. Белыми или красными. Так. Надеюсь, она открывается. Вот. А где лодочки? А, вот они сами лодочки. Их нужно вот сюда установить. Сюда насыпать беленькие, красные. И все. В принципе, сюда. Завтра попробуем. Короче, вот такой улов. За вот это все, что вы видите, я заплатил 5064 рубля. А если без карты, то было бы 7 с чем-то. Да. Спасибо. Так. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.